Утро очередного дня. Сегодня мы спали на высоте 2056 метров на берегу озера Коксу. В палатке конденсат замерз весь. Был жесткий минус. В холодном я не замерз. Спал в носках и в ватных штанях. Лед. Над озером туманище. Окрестных гор не видно вообще. Не знаю сколько было мороза, но явно было холодно. Солнце уже встало, но пока еще скрыто туманом. В котелке лед полностью. Жесть. Кока-кола не в камень замерзла. Маленько болтается. Вода замерзла, концентрат остался. Лед. Сантиметр. А здесь только на берегу какая-то пена ледяная. Ветер же был вчера, вот ее и надуло эту пену. Лед. Набило по берегу. Ну вот, на берегу варяется бутылка с привязанной веревочкой. Наверняка поплавок от сетей. Или от якоря для сетей. Видать, здесь ставят сетежки местные. О, а вот и поплавок какой-то пенопластовый. Ну да уж. Не ожидал. Пойду дальше по берегу прогуляюсь. Посмотрю, что за озеро. За 300 метров, которые я прошел по берегу, увидел кучу ручьев и речушек, впадающих в озеро. Наверное, большого притока здесь нету. Озеро получается из множества мелких притоков. И вытекает две речки. Ну что же. Утро очередного дня. Сегодня мы спали на высоте 2056 метров. На берегу озера Коксу. Ночь была холодная. Морозная, правильно сказать. Температура мне неизвестна. Но все, что могло замерзнуть, замерзло. Кроме меня. Я спал в спальнике, в теплых штанах, в теплых носках, в пуховике. Мерз, как обычно, только нос. Вот сейчас я сходил на берег озера. Посмотрел, прикинул. Сразу захотелось рыбачить. Поэтому сейчас возвращаюсь на стан. Беру удочку с Настей. И иду пробовать ловить хариуса в озере. Раньше в озере мне на мормышке рыбачить особо не доводилось. Кроме озера Тальмень. Вон там мы рыбачили на впадении притока. Ну и в Монголии рыбачили по озерам, но на блесна. Блеснен я с собой не взял. Поэтому буду пробовать рыбачить на классическую хариусовую снасть. Чудо природы. Красивое растение. Белое. Вот такая вот рыбалка. Снял поплавок, закидывающую при каждом забросе, при каждом вываживании снасти. У нас цепляется трава. Поэтому как тут рыбачить мне особо не понятно. Может быть конечно стоит попробовать поверху. Но я поверх рыбачить не люблю. Вот как закинешь, тащишь, тащишь, вытаскиваешь трава. Вытаскиваешь трава. Плюс еще до сих пор на леска обмерзает. Потому что на улице видимо минусовая температура. А утром вообще кидать было невозможно. Обмерзает и все. Ну сейчас буду что-то менять. Не знаю что пока. Но буду. А зима будет большая. Вот и слини-ка за рекой. Тихо осень умирает. Наших желтою рукой. Плачут мокрые осины. Плачет дедушка Арбат. Плачет синяя Россия. Превратившись в снегопад. И сугробы сокрушая. Солнце брызнет по весне. А зима будет большая. Цветчик зима. Только сумерки до снег. Снег Снег Ой, прям сегодня еще вкуснее, чем вчера, по-моему Вообще получилось здорово Тоже тушенка, даже тушенка не пахнет Хорошая Удачно взяли, ага Как вы без очков находитесь? Вообще смотреть невозможно Андрей полетел искать белуху Что-то вертикально вверх, да? Ага Быстро крутись Я вообще не понимаю, где я На карте смотри, там же видно Ой, ребята Позавтракали мы И я снова пошел рыбачить С утра ничего у меня не клюнуло Но оно и не могло, наверное, клюнуть Потому что травища На дне Закидываешь снасть без поплавка Вытаскиваешь все в траве Плюс леска обмерзает Но вот сейчас Явно потеплело Я переоделся Сейчас пойду с рыбалкой По берегу озера В сторону, где вытекает река Арака Пойдем ка Пойдем ка Пойдем ка Пойдем ка Пойдем ка Закидываю И потихоньку подтягивая Мормышки там по дну ползут Хариус должен брать В теории Ну а на практике цепляется трава И ничего не получается Еще и лед обмерзает На леске Вот так это и выглядит Наверное, нужно ставить поплавок обратно Вот так иду Останавливаюсь Кидаю Вытаскиваю траву Иду Останавливаюсь Кидаю Вот здесь глубоко Тут прям ямина Вот красота здесь Ой, снегом припорошило все горы Взгляд не оторвать Вот результат Взгляд Вот только сейчас да достало Здесь реально глубина Вот как здесь поплавком можно вывачить Бесполезно как Поймать бы хоть одного для затравки Вот только сейчас зацепил траву здесь у берега Ладно, продолжаю Пакеты, а в них камни Наверняка использовались для грузил Чтобы ставить сети Их здесь, собственно, немало Вот, видимо, тоже самое было Пакет, веревка, пакет, веревка, камень Браконьерин Ставить сетежки здесь местные Или приезжий, не знаю Вот он, камень с веревкой Здесь мелко Мелко на травах Там кидал, травы не было Едем дальше Вернее, идем Вот веревочка Привязанная к кустику Что это, по-вашему, было? Сеть сто процентов стояла Я тут закинул Трава Сейчас маленько отойду Еще раз закинул В очередной раз я поменял снасть Поставил поплавок И поставил тяжелое грузило Чтоб поплавок тонул И настрой шел возле дна Поплавок утонул Дно И потихоньку подтягиваю В надежде, что Харюс Среагирует на мои мормышки Я уже ушел Где-то на середину озера Леска такая обмерзает Смотрите Время пол второго Солнце светит А на улице минус Вот еще одни остатки сетей Грузы, бутылки Стопудово здесь стояла сеть А я хожу и пытаюсь поймать Харюска Как только это сделать, непонятно Все, я пришел на другую сторону озера Отсюда вытекает река в противоположном направлении О, это что такое? Колышек забитых Зачем-то Сейчас Вот этот заливчик обойду Перейду вон туда А где река вытекает, пока не ясно Так, наши парни собрались на прогулку Пособирать дрова И поискать белуху Они хотят подняться на близлежащую горку И оттуда взлететь на квадрокоптере на 500 метров Чтобы увидеть белуху Паду ветерок Ну вот, я нахожусь на абсолютно противоположном берегу Вот здесь по информации Которая есть в интернете Начинается река Аракан Но, как мы видим Река здесь впадает в озеро На карте же нарисовано, что здесь исток реки 1 октября Что-то произошло Реки повернули вспять Видимо, это был миф Но вот сейчас я запущу квадрокоптер И пролечу над рекой Которая втекает в озеро И улечу немного вот Заводораздел С Казахстаном Ну, здесь на самом деле и не видно Чтобы река какая-то вытекала Потому что местность, которая в сторону Казахстана Она явно выше Так вот, сюда река и впадает Почему же тогда на карте указано противоположное Вообще непонятно Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, а теперь поизучаем карту. Мы находимся сейчас вот здесь. Вот озеро Коксу. Прекрасно его видно Вот вытекает река Коксу Она течет в Россию Впадает в Аргут А вот здесь Указана истоком Еще одна река Вот как раз я сейчас здесь нахожусь И она течет В сторону Казахстана И называется она Аракан Вот граница с Казахстаном И вот здесь она впадает В черную берель Но по факту С озера Коксу вытекает Только одна река Коксу Я соглашусь что вот Из этого распадка Вытекает река какая-то И вот она Наверное является истоком Аракана Но никак не озеро Все вот эти топи И болота которые на карте указаны Они дают воду В реке которая впадает В Коксу В озеро Коксу Значит карта сделана Недостоверно И сегодня мне Удалось развеять миф Так что можете Плюнуть в лицо тому Кто вам скажет что Из озера Коксу вытекают Две реки Аракана Коксу Это неправда Из озера вытекает Всего лишь одна река Значит бассейны Аби и Иртыша В верховьях Не соединяются Мне кажется Это значительное открытие Которое мне удалось сделать В эту поездку Я возвращаюсь К нашему стану Вот здесь Очередной брут Которых достаточно много Поднялись мы на гору Как планировали На какую кстати Вот Вот здесь снег как бы Начинается Да 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 Вот там А поднимались вот Прямо вот так Ну понятно Вот Проснимали прекрасно Белуху Не видно было Там все были в облаках Здесь все Вот эти вот ущелья Все пролетели Просмотрели Там сзади тоже Очень красивые места Там В общем Вышак Подлетели Еще раз Поднялись на 500 Попробовать Увидеть Чокпортас И стали спускаться И встретились мы С препятствием Которое преодолеть Не смогли Это был хозяин Видимо этих мест Одного винта нет Врезался что ли У нас сбил беркут Да ладно Одного винта нет Это вот Так вот выглядит Все теперь Кто сбил Беркут Первый раз об этом слышу Я тебе на полном серьезе говорю Вот этот винт Еще более-менее Но он тоже где-то Уже треснул Вот одного вообще нет Здесь половина нет Здесь все покоться А все остальное Падал он с высоты Батарейку я снял Потому что он в снег упал Угу Падал с высоты где-то 300 метров 300 Да Падение было очень красивое К сожалению Я ничего не снял Потому что я работал в режиме фотосъемки В данный момент Но мы видели Когда на экране замелькало Посмотрели Сразу отлетало от него Уже Беркут Было два удара Один раз его тряхануло Просто сильно А второй раз он его конкретно Шарахнулся Он пошел просто вот так Вот так и не слетел Охренеть Я видел Слышал про эти вещи Видел Ну вот Чтобы самому Про это все пережить Я не предполагал Конечно Ну вроде работал Когда упал То есть Будем надеяться Что я сейчас Почему он не выровнялся Просто винт сломался Что ли Винта нет вообще Ты же видишь А вообще нет Он его сбил На одном вообще нет винта На одном видишь Вот половина Ё-моё Вот так вот То есть Ну подсохнет Я боюсь просто сейчас его включать Не надо он сейчас включать Да Подсохнет Там посмотрим Я надеюсь Что все-таки Малой кровью все это обойдет Ну это стопудово птица Да Он отлетал Вот Валентин видел Он отлетал прямо От этого От дрона Когда тут падал А ты от него не увернешься Даже если увидишь Понимаешь Нет Его уже не было Там 300 метров Ну вот коршуни не трогают Квадрокоптеру А этот видишь Это было что-то большое Потому что с 300 метровой высоты Мы его хорошо видели А что это может быть Вверху Вверху да Ну по размеру А что про следы Вы сказали Что там что Все в медведях Ну следов много Но это та же самая пара Вчерашняя То есть Они Они петляли Просто по всей горе Вот так вот Лазили Они по той горе Получается Вродили А потом ушли Наш путь Пересекли Получается Ушли В распадок Туда Они были напротив нас И переходили как-то В то время Мы как-то ехали То есть это были вообще Свежие следы Получается Да И там видно Что они прям бегом бежали Да Ну первый след бежал А второй уже Ближе к нам Маленький К этому Ну вот медведица Следы там огромные Ну а я развеял миф Не вытекает там речка Там впадает речка Впадает? Да Вот именно в том месте Там их по-моему вообще две Одна вон там Одна вон там Вот именно в том месте Где стоит исток По карте у меня Я посмотрю Там впадает река Конкретно Я запустил квадрокоптер Летел-летел Летел-летел По ней И никуда не прилетел Вот из того распадка Вон Вытекает река И она уходит туда Исток Аракана Это вот в том Получаются распадки И не в озеро впадает А туда уходит Все Из озера вытекает Одна коксу Это 100% Поэтому На карте Оплошность Но Мне ее удалось Развеять Да ты Жалко твой квадрокоптер Лишь бы он Это Ажил Я думаю что выживет Он бы упал Плажмя на спину По идее А упал он где-то Возле вас Вот что повезло Да Буквально там 20-13-20 метров Да ладно То есть он просто А ты взлетал Жебенуху смотреть Да Уже все он полетал Я сделал обратную Вращение домой Он над нами завис Опустился Я говорю давай еще раз Чёпортас полетаем Посмотрим И прямо просто поднялся Вот как над нами стоял Немножко ветром У него отогнало Он буквально 20 метров упал Я говорю Это что повезло Если бы где-нибудь здесь Мы же взлетали Это бы здесь вот полностью Если бы где-нибудь здесь Это все потом Без бегающих Да Ну и заряд батарейки И все у тебя там было Да Да Просто Батарейку я сразу снял Чтобы Ну Потому что он снег упал Ну не знаю Я слышал тоже Это видел на ютубе Что бывает Что птицы атакуют Но у меня такого не было Ласточки обычно Начинают кружить Вокруг него Коршуны вообще игнорируют А беркут Видишь какой Блин Да он хистит Что там дровишки были Нет Набрали Набрали да Молодцы Ну он половину Одна сторона Еще полная Ну что ж Пошел я на вечерний клев Начну здесь Недалеко от нашей стоянки Где я рыбачил утром И буду спускаться вниз До самого истока Реки Как сон Вот здесь утром Я все я скидал На устье В падении Это речушки Но сейчас у меня Маленько другая снасть Все таки С поплавком Вот кустик Который я утром снимал Был такой красивый Весь белый Сейчас уже обтаял Ааа Вот она Остатки сети На кусту Сеть из лески Тайка Груз чей-то от сетей Вот еще один Сети ставят Солнце ушло за тучу Сразу стало все Замерзать Не летит Лед Ну это конечно Хреново Я планировал порыбачить сейчас Но похоже Нарыбачился Солнце за тучу ушло Сейчас снег начнется Хоть бы один Клюнул что ли Лед Сволочь Замерзает леска И все На катушке Лед Минусовая температура Хотя кажется Что тепло Не летит Поплавка нету Он тонет Это хорошо Значит грузило Идет по дну Мормушки тоже Теперь вижу Поплавок Видимо там мельче Ну да Горная рыбалка Очень красивая Очень сложная И нерезультативная Я реально Сегодня Весь день Проходил С самого утра До самого вечера Оторвал Несколько Мормышек Несколько Грузил Ну ни одной Поклевки Так и не почувствовал Ну как вы знаете Для меня Рыба Это не главное Главное Время Проведенное Главное Красоты Которые Меня окружают Уединение С природой Ну я слышал Неоднократно Что на озерах Рыба Что именно так Тирольская палочка Мушки Поплавок Закидываешь И потихоньку Подтягиваешь Мушки там И играют И харюс берется Но сегодня Почему-то Этот метод Не сработал Я кидал И без поплавка И с фиксированным Поплавком И с плавающей Глубиной Ничего Не дало Результата Но я не отчаиваюсь Буду кидать Пока Леска Леска Колом Не встанет Ничего Сегодня Ничего Не плещет И не берет Все Чуть замешкал Леска Примерзает Наглухо И он Приходится Мочить Кольца Мочить Вот он Исток Реки Коксу Невзрачный Сейчас Подойду Посмотрю Ну вот Он исток Реки Коксу Такая Вот река 3 метра Шириной 30 сантиметров Глубиной Так вот Вытекает Из озера Харьер Харьер Сейчас Увидел Грамм на 500 Одного Единственного В этой речушке Сейчас Попробую Кинуть Вверх И протянуть Если он Не убежал Ушел Вот она Река Коксу Набирает Силу Течение И стремится Вниз Высота Здесь 2 километра 56 56 метров Вверх Я Догонку Выкидал Но Он Не взялся Вот такая Небольшая река Коксу Здесь В истоке Вытекая Из озера Коксу Ну а я Собираюсь Сегодня Мы ночуем Еще одну Ночь Здесь И завтра С утра Отправляемся К нашему Базовому Стану Где Стоит Лодка В зависимости От того Во сколько Вернемся Планируем Еще Одну ночь Переночевать Там И на утро Скатываться К месту Где Нас Заберет Вазик Иду В лагерь В Игровской области У меня сложилось Впечатление Рыбы Больше Чем На Алтае Нет А Да нет Тоже Харус Харус Таймей Ну это ведь Нагорных Наверное Да Нагорных Мы Все детства Были Всегда Ловили Все детства Монатами Рыбачили Окунек Пускарь Чебак И Таймени Есть И Харус Все есть Не знаю Где-то в Верховек Везде Между Новокузнецком И Кемерово Есть Везде Ну а мы делали Пику Из Электродины Застряешь Там ее Ручку Делаешь Просто в руку И Таймени Нали Макололи Также В маске Перекатом Ходишь Череша Речка Вот такая Уба Называется А я помню Он стоит Идет И под Камнем Где-то Или Хвост То есть Ты в Казахстане Будешь Да А что там Какое населенное Пункт Шмонахинский Район Село Выдрихо Баллон Не попробует С газом Сюда Положить Ну а бывали Случа Типа мусор Кидает Кидает В пакет Баллон Размет Засуем Потом На костер Бросишь Как Даст А что ты Видно Сейчас поймаю Смотри Все далеко Улетело Напугали Не зря Снимать Прикинь Ушла Ну все Погасла А что это Было Звук Слышал Сейчас Нет Тихо Вон Флаг Видишь Американский Да Да И смотри Как быстро Идет В полнолунии Вообще Видно Замечательно Вот Приближение Сидим Вечеру А кого Делать Время Восьмой Час Уже Темно На улице Спать Еще рано Ложиться Травим Байки Вспоминаем Прежние Походы Жгем Костер У костра Тепло Кстати Сторонку Отходишь Ужасный Холод Сегодня Будет Холоднее Чем Вчера Стопудово Доброе утро Очередного Доброго 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 Дня Ночью Был Такой Мороз Не знаю У меня ноги Как замерзли Так я и не мог Хатогреть Всю ночь Вот такую картину Видим Сегодня С утра Нет Ни одного Облака Нету ветра На озере Практически Гладь Все В кость Замерзло Все Что было Я думаю Сегодня Десятка Была Железно Вот такая Красота В горах В горах В горах В горах В горах